Как думаешь, со времен боя Парье против Хабиба, насколько уровень его навыков вырос? Или у него просто больше опыта, и он остался прежним? Сказать по правде, он остался таким же. Единственное, что он стал старее. Он сам не верит в то, что сможет меня побить, и его тренеры тоже в это не верят. Я знаю, что смогу легко его побить. Если попаду ему в бороду, то он упадет. И в воскресенье он об этом узнает. Возможно, он пытается себя убедить в том, что никакой опасности нет, что победа в кармане и остается на позитиве. Но если ты считаешь, что у меня нет шанса победить, то ты обманываешь сам себя. Хабиб сказал, что ждет от тебя финиша во втором или в третьем раунде. Согласен с ним? Да, я прикончу Парье. Потому что я на другом уровне. Сейчас я лучший боец в мире. Как часто вы работали над защитой от гильотины? Я защищался от гильотины сегодня утром. Немного поработали над этим. И я не прикалываюсь над вами. Я правду говорю. Твой тренер Хавьер Мендес сказал, что ты без проблем сможешь побить Дастина и в боксе. Нужно ли тебе сделать это, чтобы доказать это? Да, я могу подраться с ним в стойке, но... Я уже не раз говорил вам, что если захочу легко его победить, то у меня есть вариант. И об этом варианте не знает только самый невнимательный. Когда на него начинают давить и переводят его на землю, то у него всегда проблемы. Как бы ты описал наследие Дастина Парье, если бы это был его последний бой? Я надеюсь, что после боя со мной он не закончит свою карьеру. Потому что я считаю его легендарным бойцом и одним из самых больших имен в этом спорте. Потому что... Потому я его и уважаю. Я уважаю его за то, что у него было очень много, прям очень много безумных боев в этом спорте. Поэтому я буду по-настоящему рад побить кого-то с таким громким именем, как Дастин. Потому что для наследия это будет, наверное, самое громкое имя в моем резюме. До тебя тут выступал Кевин Холланд, и на вопрос, что он думает о твоем переходе в полусредний вес, он ответил... Я думаю, что Ислам будет чемпионом и в полусреднем весе. Что думаешь о том, что бойцы, которые ранее дрались в этом весе, так хорошо о тебе отзываются, и можем ли мы надеяться увидеть тебя в нем в следующем году? Да, я знаю, что люди все понимают. Потому что если говорить про легкий вес, то можно сказать, что я смогу оставаться тут чемпионом долгие-долгие годы. И в этом весе все бойцы, как мне кажется, убегают от меня. Всю мою карьеру у меня была проблема с тем, чтобы получить бой против кого-то из топ-10 или из топ-5. Они постоянно от меня бегают. И все люди, все бойцы UFC, они понимают, на каком уровне мои навыки. Мой стиль – это ночной кошмар для любого соперника. Я могу стать чемпионом в двух весовых, и я жду своего шанса. Хабиб закончил карьеру после 29-го боя. А для тебя это будет 26-й. Думал ли ты о том, чтобы тоже уйти на пике? Хабиб завершил карьеру потому, не потому, что он стал стареть, а потому, что его мать постоянно скучала по нему. Ведь он постоянно находился в разъездах. Но если говорить исключительно обо мне, то на каждой подготовке я чувствую, как становлюсь лучше. Если я почувствую, что перестал прогрессировать или начал сдавать позиции, то перестану драться. Но в данный момент, знаете, я каждый год проверяю свои показатели, и каждый год я становлюсь намного лучше. Поэтому я пока не думаю о завершении карьеры. Потому что в данный момент у меня поставлены некоторые цели. Некоторое время с вами тренировался Белал Мухаммад. И он сказал, что Хабиб это Майкл Джордан, а ты, Леброн Джеймс, в ММА. Насколько тебе приятно слышать подобные слова в свой адрес? Белал это наш общий близкий друг, и он всегда приезжает готовиться с нами, когда может. Он помогает нам, а мы помогаем ему. Короче, друг другу помогаем. Если Белал победит Леона Эдвардса, то изменятся ли твои планы относительно полусреднего веса? Это, конечно, довольно сложный вопрос, но мне кажется, что он сможет побить Леона. Потому что я много раз видел, как он тренируется. Он постоянно много работает над наработками, и он прекрасно понимает, в чем у него есть большие пробелы. Поэтому он просит помощи у Хабиба и у других ребят, кто хорошо умеет бороться. Он всегда хочет стать лучше. Поэтому, если он и правда сможет побить Леона, то я даже не знаю. Нам придется присесть с менеджерами, с тренерами и с командой и досконально обсудить этот вопрос. Почему для тебя настолько важно иметь Хабиба в своем углу? Думаю, Хабиб любому сможет помочь, если он угловой. Он давал мне хорошие советы во многих боях. Я помню, как я дрался против Глейсона Тибау, и Хабиб сказал мне, «Эй, попробуй ударить его левым боковым». Я сделал, как он сказал, и прикончил Глейсона. А потом я дрался против Хукера, и Хабиб дал мне хороший совет. Благодаря его совету я прикончил Хукера, проведя Кимуру. Потом, когда я дрался за пояс, он тоже давал мне много хороших советов. Так было всегда. Поэтому иметь Хабиба среди угловых – это всегда хорошо. Ислам, еще один вопрос про Хабиба и его нахождение в углу. Есть знаменитое видео, где он подсказывает работать, «Долбарик работает» достаточно эмоционально. Тебе была бы близко такая манера подсказа? Или что-то более лайтовое, чтобы тебя не нервировало? Как ты обращаешь на это внимание? Я всегда слушаю своих угловых. И стараюсь слушать. И не даю им такой возможности нервничать или что-то там слишком кричать, чтобы я услышал. Стараюсь слушать постоянно свой угол. Ислам, еще один вопрос по поводу Парье. Все боятся его гильотины, но при этом он никогда ей не выигрывал. Не единственный, кто выигрывает часто им – это Шавкат Рахмонов. Ты понимаешь разницу между гильотиной Шавката и Парье? И что делает не так Парье, чтобы выиграть именно этим приемом? Я так, честно, не разбираюсь, кто ее лучше делает. Просто, наверное, надо подобрать момент. Потому что удушающий именно вначале тяжело бывает. Но Дастин прыгает в любое время на гильотину. Когда он уставший, это вообще плохо идет. Лучше всего, когда соперник… Ну, может, Шавкат больше разбирается в этих моментах. Просто надо понимать вовремя, когда гильотина пройдет. Это, знаешь, как… Это даже когда ты берешь шею и на руке прилегает к руке шея соперника, ты уже должен понимать, пойдет удушающий или нет, чтобы просто лишний раз силы не терять. Но для этого ты должен очень много времени проводить в этих позициях, чтобы ты начал уже с закрытыми глазами это понимать. Здесь там еще один вопрос. Не пробой непосредственно, а такой более жизненный. У вас в Парье очень мало общего, но при этом есть одно общее – вы воспитываете дочерей. Как ты думаешь, в будущем ваши дочери могли бы познакомиться, чтобы твоя дочь имела возможность по-английски поговорить и дружить? Да, может, если какой-нибудь боец UFC с Америки приедет в гости в Махачкалу, мы обязательно его встретим. Если с семьей приедет, расселим, покажем кавказское гостеприимство. Салам Алейкум Аслам. Твой тренер Хавьер Мендес сказал, что если бы вы дрались Парье по боксу, то ты бы его и по боксу перебил. Ты думаешь, твой бокс уже настолько вырос или он немного преувеличивает? Ну, я знаю, что я могу с любым соперником драться на равных в стойке, там, не знаю, ногами или что-то такое. Но я не считаю себя лучшим боксером или лучшим борцом, лучшим грэпплером. Я считаю себя лучшим бойцом ММА на сегодняшний день. И из-за этого я могу и бороться, и драться в стойке, и грэпплить с любым соперником. Я это и показал. Я дрался с Волкановским в стойке, ничем ему не уступая. Я боролся с Оливейрой, у кого есть больше всего финишей. И я по праву себя считаю номер один панфу-паун боец. Ислам, еще один вопрос. Раньше ходили слухи, что Хабиб перестал быть в твоем углу. Чтобы не забирать у тебя славу чисто от твоих побед за счет своих прошлых достижений. А в этом бою он опять в твоем углу. Это значит ли то, что на этом бою больше стоит, чем забирать у тебя славу? Наша команда вообще... Мы никогда даже об этом не разговаривали. Я никогда об этом не думал, чтобы забирать какую-то популярность. Или мы здесь не для популярности. Мы чтобы друг другу помочь. И если он видит шанс где-то, что он может помочь, может присутствовать, то он будет всегда рядом с нами. Даже когда он не был у нас в углу, он был полностью включен в подготовку, ездил с нами на сборы, помогал нам, секундировал нас на сборах. Ну, он взял просто паузу, отдохнул и вернулся. Он никуда не уходил просто, он взял паузу, отдохнул от всего этого. Потому что даже если начну объяснять, люди не поймут, сколько он времени провел в поездках, помогая, сам готовился. Да. И из-за этого, я думаю, ему нужна была эта пауза. Дастин, ты уже не раз дрался за титул чемпиона. Но ты, как и многие другие, считаешь это своим последним шансом. Учитывая это, насколько важнее становится этот бой? На самом деле я не ощущаю особой важности этого боя. В этот раз я чувствую себя комфортнее, чем в боях ранее. Головой-то я понимаю, насколько он важный, учитывая, на каком этапе карьеры нахожусь. И, скорее всего, другого шанса у меня не будет, ведь мне уже 35 лет. Нельзя бесконечно падать и подниматься, получать шанс и терять его. Но я стараюсь не думать об этом и воспринимаю бой, как и любой другой, чтобы давление не возрастало. Ислам был тут и сказал, что его стиль является для тебя абсолютным кошмаром. Ты дрался с Хабибом и Соливейра, потому понимаешь, что это за стиль. Насколько изменился твой подход перед боем против Ислама? Против Хабиба я дрался целые годы назад. Если за все это время я не стал лучше, то я потратил много лет впустую. Но Ислам прав. За 18 лет, которые я провел, выходя в октагон на бои, такие, как он, всегда были для меня проблемой. Мощные борцы, тяжелые сверху. Хороший контроль в топе. И они могут вести бой там, где они захотят. Но я боец, который показывает себя хорошо именно в драке. Но не против тех, кто старается превратить это в спортивное состязание. Мне нужна именно драка. Представим, что Ислам забрал у тебя спину и пытается провести удушение. Как ты настраиваешься на такой момент, и что ты будешь делать, если такое случится? Просто нужно придерживаться техники. Оставаться в моменте и оценивать позицию. Все это результат долгих лет работы над техникой. И успехов, и провалов, которые, я надеюсь, позволят мне выбраться из любой ситуации, в которой я окажусь. Увидим в бою. Ислам был тут и сказал, что ни ты, ни твой тренерский состав не верите в то, что у тебя получится его победить. Почему он ошибается? Потому что я точно могу победить. Если попаду ему в бороду, то он упадет. И в воскресенье он об этом узнает. Возможно, он пытается себя убедить в том, что никакой опасности нет, что победа в кармане и остается на позитиве. Но если ты считаешь, что у меня нет шанса победить, то ты обманываешь сам себя. В каком-то из видео Хабиб говорил, что тебя все недооценивают, а все бойцы, которых мы спрашивали про тебя, они все тебя боготворят. Как думаешь, тебя недооценивают? Или Хабиб просто пытается заставить Ислама не забывать о том, насколько ты опасен? Я понятия не имею. За долгие годы карьеры я понял, что журналисты, мои соперники, критики, хейтеры, они не имеют значения. Все только в моих руках. Я единственный человек, от которого зависит мой успех. Выбирать, как действовать в октагоне в бою буду я. Ведь это я сижу за рулем. А все эти говоруны, они не более, чем пассажиры на заднем сидении. Я думаю об этом только так. Ни у кого нет надо мной силы, когда я верю в себя. Это все просто шум. Насколько баллов ты оцениваешь ударку Ислама? Его тренер говорит, что Ислам может тебя перебоксировать. И я верю ему. Но я настучал бы ему в боксерском матче. Не думаю, что он в это верит. Конечно, любой может нанести удар и принять удар. Но я бы перебоксировал Ислама так, что он из ботинок бы выпал. Тут дело не в деньгах, дело не в... Не в попадении в зал славы и не в рекордах. Дело в том, чтобы я добился того, о чем говорил жене, когда мне было 17 лет. Я преследовал эту цель и неустанно поднимался снова и снова, надеясь на это. Это не бизнес, это личный вопрос. Если я смогу этого добиться, то у меня будет возможность оглянуться и сказать... Я молодец. Я горжусь тем, чего добился. Цель, которую я поставил, будучи ребенком, ни хрена не знал, куда идти, но продолжал шагать. Продолжал идти и собирал себя по кускам. То же самое касается его вопроса о том, насколько приятно уйти из дела на пике и непобежденным. Это невероятное достижение, и этого крайне сложно добиться. Но тот, кого жизнь потрепала, тот, кто все время был андердогом, тот, кого постоянно били и ломали, а он поднялся, собрался и сделал это, вот зачем я иду, вот чего я хочу. Ну че, погнали? Слышь, а ты четко выглядишь? Воспользовался моим советом? Похоже, кому-то теперь дают. Еще бы. У тебя, наверное, точно есть или подруга, или друг. Выглядишь красиво. Молодец. Большое спасибо. Твоим противником будет Паула Коста. Тебе не кажется, что ваш бой – это поединок между тем, кто хорошо бьет джебом, и тем, кто постоянно наносит сильные и одиночные удары? По сути, Коста – это очень базированный боец. Но это совсем не значит, что он хреново дерется. Он отходит, взрывается, и думает, как тебя ударить. В этом весь Коста. Отошел, взорвался, нанес какой-то удар, и начал тебя давить. С ним нельзя быть идиотом. Я лучше, чем Коста. Это знаем мы, и это знает он. Я, конечно, допускал ошибки в боях. Было такое. Но сомневаюсь, что в бою против Коста будет именно такой случай. Сильно ли ты был расстроен, когда тебе не дали незамедлительный реванш против Дрикуса? Знаешь, мужик, скажу пару слов об уродах, которые высчитывают, нужно проводить бой или нет. Это все аналитики со своей аналитикой. Они посчитали, что я смогу заработать гораздо больше, если поставят кого-то вместо меня. Я их не понимаю. Думаю, что большинство дали победу мне, и большинство хотело, чтобы я получил реванш. Но я поднасрал канадцам. Что еще можно было ожидать в итоге? Как думаешь, если Исраэль побьет Дрикуса, то ты выйдешь против Изи или хочешь реванша с Дрикусом? Даже не знаю, как тебе ответить. Я просто думаю, что Дрикус побьет Изи, хотя Изи может и подловить. Сегодня одна из компаний искусственного интеллекта провела анализ на самого красивого бойца UFC и... Я победил? Погнали нахрен! Нет! Ну и пошел ты в жопу тогда! Ты стал пятым! Охренеть! Хотя я не удивлен, ведь в UFC полно настоящих страшилец. А кто номер один? Конор Макгрегор! Не, нахрен! Этот маленький гребаный лепрекон? Конор похож на чувака, который регулярно подставляет голову под струю мочи. Как это вышло? Что думаешь про Шона? Он был чемпионом, он долго поднимался, много болтает, часто говорит сумасшедшие вещи. Что ты о нем думаешь? Даже не знаю. Иногда он немного сходит с ума и начинает себя крайне странно вести. Но ничего не поделать. Думаю, в глубине души он хороший парень. Он патриот. Желает лучшего для своей страны и для своих людей. И я тоже. В каком-то смысле мы с ним находимся на одной стороне, но... Он болтает много лишнего, но это хорошо. Это хорошо для раскрутки боя. Как думаешь, победа над Шоном подвинет тебя ближе к поединку за титул? Насколько этот бой важен для весовой категории? Это интересный вопрос. Очень важный вопрос. Позволь немного подумать над ответом. Я думаю, что учитывая то, что Шон уже бил Адесани, если Адесани побьет... Как там зовут нового чемпиона? Если побьет Дрикуса, если Шон сможет побить меня, то... тогда ему должны будут дать титльный бой, но... еще ничего не решено. У меня с Адесани тоже имеются счеты. Там же еще есть Чимаев. Может случиться что угодно. Увидим выходные. Я думаю, что тот, кто выступит лучше в воскресенье, тому и дадут право драться за пояс. Все зависит от того, чем закончится бой. Если я наукаутирую Шона, и если сделаю это красиво, то, может быть, подерусь с Чимаевым в Абу-Даби. Все зависит от исхода. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.